На проект Анастасию вдохновила всего одна лишь фотография. Снимок заставил девушку задуматься над тем, что в последнее время в кадре появляются исключительно женщины. А вот парни в объектив профессионалов попадают все реже. Изменить тенденцию Анастасия решила по-своему, взяв за основу понравившийся кадр и добавив к нему свои детали. Смотришь, что-то в этом есть. Там есть детали, которые раскрывают и женскую часть, а по одежде это такое простое, незрачное. И при этом там были цветы, рука элегантная. И интереснее будет показать мужчину в таком образе. И вот получается так пошло. Самым сложным было найти одежду, но Челябинск талантливыми дизайнерами полнится. И в итоге тот образ, который задумала Анастасия, она нашла в работах Елены Козел. Сдержанные цвета, фетровые шляпы, бархатные камзолы и жилеты в пол. От этого так и веет тем самым Петербургом Достоевского. Дополнить образ своеобразного Раскольникова помог макияж. Кстати, задачей визажиста в этом проекте был не только внешний вид модели, но и его история как персонажа. Чем он болеет, как он живет. Когда мы обсуждали, я спрашивала у Насти вопросы. У нас, скорее всего, персонаж плохо ест, не досыпает и света белого не дышит. Он будет просто бледный или у него будет лихорадочный румянец, потому что туперкулез. И Настя говорит, о, туперкулез, это круто. Местом для съемки необычного проекта стал Челябинский музей изобразительных искусств. И тут площадка внесла свои коррективы. Температура в помещении была почти 26 градусов. Для картин – идеальная. А вот для модели в рубашке, пиджаке и пальто – не очень. Впрочем, куда сложнее оказалось соединить в одном образе мужское и женское. Да еще и суметь показать это на камеру. Сложно? Да, проблематично. А что самое сложное? Какие-то позы, жесты? Ну, скорее всего, да. Женские детали сложно показывать. Ну, какие самые сложные? Руки, взгляды. Своим проектом команда надеется в очередной раз доказать – Челябинск не только промышленный город. И всегда готов идти в ногу со временем, не отставать от мировых тенденций и, конечно же, создавать что-то свое. Анастасия Мельникова, Кирилл Данько, СТС, Челябинск.